Воскресенье 20 октября Прошел очередной тур в студенческой футбольной лиге На поле, расположенном на улице Будапештской Встретились команды группы Д В первом матче сильнейшего выявляли команды Меган Фокс и Сапсан Силы соперников были примерно равны И о владении мячом никто не превосходил друг друга В первом тайме на поле была вязкая и плотная игра И на перерыв команда Меган Фокс ушли с преимуществом в один мяч Второй тайм начался с быстрого гола ведущей в счете команды Что окончательно похоронило надежду Сапсана В итоге Меган Фокс без особых проблем довели матч до победы Как итог 3-1 Для Сапсана на этот день игры завершились А вот победителям предстояла вторая встреча подряд На этот раз их соперником стали потенциальные лидеры группы Интерлесгофта Уже в самом начале футболисты из Университета физической культуры забили быстрый гол За которым немного спустя последовал еще один После двух пропущенных мячей Меган Фокс усилили оборону И даже забили один ответный Но Интерлесгофта продолжили сохранять преимущество И под конец игры увеличили счет Как итог снова 3-1 Но теперь в пользу команды из Университета физической культуры О результатах встреч, а также причинах победы и поражения Рассказал капитан команды Меган Фокс Тимур Киртадзе Ну, с командой Сапсан Наверное, может, слишком вальяжно играли Я не знаю, как это назвать Но должны были более уверенно играть И потом уже, когда начали вести Пошли уже всякие, знаете, эти вот пендрежи, пяточки А что случилось во второй игре? Усталость, казалось, или все-таки соперники были чтенни? Ну, это самое интересное, на самом деле, соперники Игра была очень хорошая Ну, возможно, сыграла роль то, что у нас у вратаря Тормира на правая рука Ему приходится одной левой практически играть И многие голы у нас по центру залетели Но это, конечно, не оправдание Потому что нужно надеяться не только на вратаря своего Но игра была интересная Молодцы, спасибо соперникам Будем дальше играть В следующей встрече сошлись команды Каратели и Тандр Тандр практически сразу завладели преимуществом И забили два гола с перерывом в 10 минут Отличился лучший бомбардир команды Иван Соколов В концовке первого тайма Тандр увеличили преимущество до трех мячей Во втором тайме Каратели стали действовать гораздо активнее И смогли открутить один мяч В итоге матч закончился в первой в этом сезоне победой команды Тандр Расскажи свои впечатления об игре Легко ли далась победа или тяжело? Победа далась достаточно тяжело Очень серьезный соперник Сыграли достаточно строго в обороне Поэтому пропустили все один мяч Свои моменты забили и поэтому выиграли Как и Меган Фокс, Карателям пришлось отыграть две встречи подряд На этот раз их соперниками стали соседи по турнирной таблице Брейв Хардс Первый тайм остался за Карателями Которым наконец удалось собраться и забить три безответных мяча Однако уже на первых минутах второго тайма Команде Брейв Хардс удалось сократить разрыв в счете до минимума Но Каратели не собирались отдавать победу И также ответили сопернику двумя мячами Даже пропустив еще один гол Они одержали уверенную победу со счетом 5-3 В заключительном матче соревновательного дня Брейв Хардс одержали победу над командой Тандр Со счетом 5-3 В следующую игру вы проиграли, правильно? Да, конечно Как вам удалось собраться? Нам удалось собраться, но мы на стиле всегда собираемся к концу первого матча В первой игре мы тоже собрались под самый конец Забили один мяч, но этого не хватило И вот вторая игра, поскольку подряд шла, уже понакатана и все А большая разница между соперниками, которые сейчас в игре И второго победителя, которого проиграли? Ну, между... На самом деле, да, разница есть Не зря мы все-таки в пятером второй матч выйдем У нас один игрок ушел просто, он не смог дождаться конца матча И у нас в театр было срочно И он предал нас, избежал, а у нас замены нет Наверное, как была разница в счете ощутимая Немного подрасслабились, и вообще, кажется, удовольствие Все равно там полминуты оставалось, мы были уверены, что докатаем, если что, до конца Поздравляем! По итогам состоявшихся встреч, на первое место в группе вышли Интерлезгофты На втором месте Винни Джонс из Санкт-Петербургского государственного университета А третье, уверенно, занимают Буки и ЗТМО, которые имеют к тому же одну встречу в запасе Марина Шорикова, Дмитрий Зимин, специально для студенческой футбольной лиги Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского государственного университета